всем привет сегодня мы по многочисленным просьбам переходим к изучению полуавтоматической сварки начнем с самого начала когда вы приобрели полуавтомат заправили его проволокой я позже покажу как это делать правильно подключили баллон у меня баллон небольшой на 8 литров ой он очень удобно тем что его можно переносить и очень легко и перевозить и когда нужно выезжать из гаража в гараж и так далее как перекачать из большого баллона в мало я покажу немножко позже но углекислоту само собой разумеется для того чтобы быстро подключать я пользуюсь быстроразъемом который позволяет сразу разъединить и подключить другой баллон если это закончится и также он является мобильным как перекачивать из 40 литрового 8 литровый баллон я покажу немножко позже выставляем рабочее давление оно должно быть в пределах где-то порядка минимум 1 атмосфера максимум 2 не нужно накручивать слишком большое давление и думая что вы таким образом будете лучше защищать ванну металл может окисляться в этом случае поэтому выберите оптимальный для себя режим который будет позволять качественно сваривать швы но когда вы выставили давление и включите сварочный аппарат давайте еще сразу включим вот обязательно послушайте подается ли ос или не подается потому что очень часто при падении редуктор сбивается и вроде бы вы на показатели будете смотреть что вы выставили одно давление а поступать будет совсем другое или просто во время эксплуатации у вас вышел из строя манометр то не нужно расстраиваться по этому поводу просто выставьте на слух то есть давайте просто даже вот слабо видите вот я сейчас поставил давление где-то пол атмосферы но еле слышно как подача идет защитного газа поставим где-то атмосферу на звук такой оптимальный оптимальная подача идет и давайте больше специально поставим во первых будет и расход большой сразу углекислоты которые просто не оправдан и во вторых будет окисляться сварочная ванна поэтому выставляйте в пределах 1 полторы атмосферы и либо также есть шкала деления как в мега паскале это тоже самое недостатком полуавтоматической сварки является сильное разбрызгивание и для того чтобы ваш шоу был качественным сварочная ванна должна быть защищена углекислым газом но так как очень часто забивается сопла брызгами вы должны его регулярно зачищать для того чтобы этот эти брызги легко отделялись от сопла и для того чтобы и меньше прилипали нужно пользоваться либо пастой но я пользуюсь аэрозолью то есть достаточно просто вовнутрь и сбрызнуть его и уже прилипать не будет а если даже произойдет налипания по внутреннему по внутренней части сопла то легко будет отделяться они прилипать следите за этим показателем даже если у вас нет в аэрозоле периодически прочищайте сопла и так все готово для того чтобы начать процесс сварки тут все очень просто вы нажимаете кнопку подается сварочная проволока зажигается дуга и вы контролируете процесс сварки для того чтобы шоу был качественным нужно выставить режимы и тут очень важно сопоставить силу сварочного тока и скорость подачи проволоки если проволока будет слишком быстро подаваться то она не будет успевать расплавляться и будет некачественный сварной шоу если проволока будет слишком медленно подаваться то она будет обрываться и будут характерные щелчки сейчас я продемонстрирую с какими трудностями вы можете столкнуться и как все таки подобрать режима не нужно тут смотреть по точным таблицам какой ток выставить не нужно смотреть на показатели которые установлены на полуавтомате тут нужно регулировать по скорость подачи и сопоставлять ее со силой сварочного тока по своим ощущениям потому что и стиль сварщика у каждого разные и скорость разная и напряжение в сети разное тут нужно постоянно регулировать его под себя нет такого эталона что он сказал вот здесь вот выстав режим и им пользуйся постоянно нужно регулировать также нужно помнить смотря в каком пространственном положении вы варите либо в нижнем либо вертикальном естественно если вы варите вертикал то силу тока сразу нужно будет уменьшить и также не забывайте про толщину металла если металл тонкий то естественно вы и силу уменьшаете и также параллельно уменьшайте и скорость подачи проволоки и так полуавтомат настроен краги мятые роба грязная антураж соответствующий начинаем варить обратите внимание то есть валик очень высокий скорость подачи проволоки идет очень интенсивно и не успевает просто она расплавляться то есть если вы будете так варить то вам получится что переизбыток проволоки и также если вы обратили внимание после когда я уже убрал палец кнопки газ продолжал какое-то время подаваться он как это как раз предназначена для того чтобы сварочная ванна пока еще не застыла защищалась от влияния окружающей среды некоторые полуавтоматы не оснащены такой дополнительной продувкой но на личном опыте вам скажу что это намного эффективнее позволяет выполнять швы и намного качественнее когда вы уже потренировались направлять валики можно переходить к сварке двух пластин для того чтобы начать сварку и помните во первых выставить и зазор потому что если металл тонкий конечно его уже можно будет варить и без зазора если толщина металла начинается от четырех миллиметров то уже необходим зазор потому что таким образом вы не сможете проплавить на всю глубину дальше а пошел будет просто находиться на поверхности таким образом он будет непрочным либо придется тогда проваривать еще и с обратной стороны если есть такая возможность вы можете и воспользоваться дальше не забывайте вначале выполнить прихватки потому что если вы будете варить с одной стороны пластины могут просто разойтись и таким образом зазор будет увеличен постепенно то есть выполняйте прихватки с двух сторон начало и с конца естественно если ваша деталь имеет большую длину то этих прихваток должно быть несколько для того чтобы сварить две пластины еще раз повторю нужно выполнить прихватки и когда вы теперь будете сваривать обратите внимание что ваша задача расплавить одну кромку металла расплавить сварочную проволоку и вторую кромку потому что если вы только расплавите одну часть пластины и на вторую просто наложите сверху валик то держаться это пластины не будет очень важно смешивать поэтому несмотря на то что что вы варите полуавтоматической сваркой немножко проводите такие же манипуляции как и при ручной договой сварки дальше давайте посмотрим как это делать на практике обратите внимание на тот факт что когда вы будете выполнять сварку за мундштуком вам просто будет плохо видно сварочную ванну для этого нужно немножечко в бок сместиться таким образом вы сможете и видеть где вы варите и контролировать сварочную ванну очень часто из-за того что они не видят как горит дуга и плавится сварочная ванна проваривает и просто сварочный шоу находится вроде бы и качественный но он немножко смещено центра тогда этот нашел будет с дефектом и ненадежным вы видите что за и за счет зазора произошел произошло было проплавление на всю глубину сейчас я возьму другие пластины и покажу как же будет влиять изменение скорости подачи проволоки на качество сварного шва сейчас мы оставляем на силу сварочного тока в том же положении только меняем скорость подачи проволоки то есть снизим ее к минимуму и потом повысим вначале начнем варить на настроенном режиме а потом я буду менять и вы увидите к чему же это проведет теперь меняем скорость подачи на уменьшение пусть увидите проволока не успевает подаваться и происходит разбрызгивание нормально невозможно нет возможности нормально проплавить металл так как проволока отгорает при касании об основном металл теперь увеличим скорость подачи проволоки вы видите что на поверхность наносится большой валик что тоже является дефектом на этом все если хотите узнать больше подписывайтесь на канал и следите за обновлениями редуктор открываем баллон стоп это не тот